Здравствуйте! Вы смотрите «Встреча с губернатором». Предлагаю сегодняшнюю встречу начать с темы, которая буквально вот-вот завершились «Дни культуры Алтайского края в Москве». Как считаете, как нас приняла столичная публика? У меня в целом сложилось очень благоприятное впечатление от того, как прошли «Дни культуры Алтайского края в столице нашего государства». Но здесь я бы в большей степени доверял не только и не столько своим личным впечатлениям, сколько отзывам людей профессиональных, которые хорошо знают, например, театральную Москву, знают процесс книгоиздательства, хорошо ориентируются, в современной литературе и во всех других составляющих, которые, собственно, и называются «культурная жизнь». Так вот, мои контакты и общение с представителями литературных кругов, издательского дела, книготорговли. Еще раз повторяю, тех, кто сегодня является флагманами в музыкальном творчестве. В частности, спектакль нашего театра музыкальной комедии на площадке «Геликон-Оперы» проходил в рамках фестиваля музыкальных театров России. Так вот, общался я и с рядовыми посетителями этих мероприятий, зрителями, и оценки в целом совпадают. От твердо положительных до восторженных. И поэтому я считаю, что программа была предложена правильная, наполнение было очень серьезным, содержательным. И тех целей, которые мы для себя ставили, мы их достигли. А цель, как вы понимаете, заключалась не в том, чтобы развлечь столичную публику. Поверьте, наверное, у них для этого достаточный площадок и мероприятий очень серьезных. Конечно же, наша основная цель – это позиционирование нашей культуры, нашей литературы, нашего пространства гуманитарного Алтайского края. Через столичные площадки мы адресовались, по сути дела, ко всей стране. Мы получили хорошую прессу, хорошие отзывы в электронных СМИ. И сегодня мы можем говорить о том, что Алтайский край на культурной карте России представлен ярко, самобытно, по-современному. Мы интегрировали и наше достойное историческое прошлое, и наше все многообразие культурного пространства, в том числе и по национальному компоненту. И это, конечно же, я убежден в этом, привлечет больше интерес к Алтайскому краю, в том числе и интерес туристический. Потому что вот такой познавательный, культурный компонент в туризме всегда был, есть и будет. Это с одной стороны и с другой. Мы, конечно же, поддерживали наши творческие коллективы лучшие. Вот, например, те же спектакли и на сцене геликон-оперы. Насколько тяжело было привезти трупы и столько реквизита? 20 тонн! Да, тяжело. Это не только физически, но и сложно финансово, потому что это требует очень серьезных затрат. Я считаю, что Дни культуры Алтайского края – это одна из форм поддержки культурного процесса у нас в Алтайском крае. Удалось ли договориться, может быть, с тем же театром «Геликон-опера» о каких-то совместных еще проектах? Быть может, вчера я слышала, Дмитрий Бертман говорил, что они с удовольствием примут участие в нашем Золотухинском фестивале. Например, какие-то есть уже договоренности или планы хотя бы? Конечно же. Но это уже дело, так скажем, творцов – находить конкретные точки соприкосновения. Здесь по указу или по приказу вопросы не решаются. Но, конечно же, я эту идею озвучил, и у Дмитрия Александровича Бергмана отторжение она не получила. Золотухинский фестиваль молодежных театров, а почему бы в рамках этого фестиваля не провести линию молодежных музыкальных спектаклей. Это очень хорошее предложение. Кстати, молодежь, я сужу по нашим театральным площадкам, театр любит. Сегодня хорошая посещаемость, а в театре музыкальной комедии, как правило, аншлаг у нас на их площадке, тем более она обновлена, вы знаете, достойным образом. Поэтому есть над чем поработать. Здесь, наверное, мастер-классы тоже будут не лишними и другие формы творческого взаимодействия. Сотрудничество с лучшими музыкальными коллективами страны, с теми, кто определяет культурный мейстрим в этой области, оно, конечно же, на пользу провинциальным театрам. И, по крайней мере, все, что от меня лично и от наших правительственных структур будет зависеть, мы будем делать, чтобы эти инициативы поддержать. Александр Борисович, вы озвучили уже ту мысль, что культура, естественно, связана с туризмом. Потому что многие те, кто приходили на презентацию издательских проектов, на спектакли, они уже высказали свое желание приехать на Алтай, посмотреть, как оно вживую, собственно. Как считаете, насколько туристический поток у нас сейчас достаточный, или же мы ожидаем в ближайший год увеличения туристов? Я уже говорил, могу в очередной раз повторить, что погоня за количеством пребывающих туристов, это, конечно же, не самоцель. Мы можем, используя какие-то приходящие факторы и обстоятельства, одномоментно нарастить туристический поток. Но задача-то заключается в том, чтобы его удержать. Это бизнес, он должен быть прогнозируемым. И в этом смысле такие короткие подвиги, яркие, не наш выбор. Я говорил, и мы так и стараемся организовать работу. Надо параллельно вести дело так, чтобы к нам больше приезжало туристов, но и очень серьезным образом системно работать по созданию новых мест приема туристов, по развитию всей инфраструктуры туристической в Алтайском крае. Мы несколько десятков таких объектов ежегодно создаем. Это и гостиницы, и санатории, и базы отдыха, и кемпинги, и многое другое. Мы в Сибири это точно, и в стране также в числе лидеров по качеству придорожной инфраструктуры туристической. Она ориентирована для туристов в первую очередь. Но есть и здесь над чем поработать. Если направление Чуйского тракта у нас, так скажем, достаточно хорошо освоено и прилично выглядит, то по другой федеральной трассе на Рубцовской до границы Республики Казахстан здесь есть над чем поработать. Транспортный поток и количество проезжающих увеличивается. Надо и больше объектов таких иметь на этой магистрали, и качественно их существенным образом улучшать. У нас есть очень серьезные претензии, например, к власти и бизнесу Калманского района. С территории этого района собственно и стартует эта федеральная магистраль. Здесь давным-давно уже нужно выстраиваться совсем по-другому, более современно. И примерно эти же слова можно высказать администрациям тех территорий, через которые проходят крупнейшие автомагистрали в западном направлении, если мы говорим о том, что турист туда будет выдвигаться в большем количестве. И, конечно же, мы должны и подъезд к нашим местам летнего отдыха сделать комфортным. Как по качеству дорог, так и по всему, что вокруг дорог существует. Мы в этом категорически заинтересованы и в макроэкономическом плане, и с точки зрения наполнения нашего бюджета. Александр Батанович, предлагаю перейти к теме сельского хозяйства. Вот на пресс-конференции в информагентстве ТАСС наши коллеги из федеральных СМИ интересовались, как у нас обстоят дела с урожаем. И в этом году в России идут на рекорд по сбору зерновых. Как Алтайский край может повлиять на увеличение? Ситуация меняется, и хотя бы прошло всего пару дней, но сегодня мы можем называть уже другие цифры. На сегодня в Алтайском крае аграрии нашего региона собрали урожай зерновых, зернобобовых в объеме 5 миллионов тонн. Это хороший урожай, я имею ввиду и с одного гектара у нас урожайности, воловка. Еще одно качество я бы отметил, это характеристики зерна, зерно лучшего качества, чем в предшествующем году. Несмотря на все капризы погоды, в целом зерно соответствует кондициям по влажности. И сегодня мы можем говорить, что задел для перерабатывающей промышленности на ближайший год создается очень достойный, он уже создан. Растеневодческая отрасль также формирует кормовую базу для животноводства. Здесь тоже все в порядке находится. И таким образом мы можем говорить, что наша базовая отрасль завершает хозяйственный год с очень достойными показателями. Вы наверняка меня спросите, а что на зерновом рынке с точки зрения цены на зерно. Я скажу, что ситуация непростая, когда она была простой, но какой-то катастрофы пока не отмечается. У нас есть четкое взаимопонимание и взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Нам известна позиция руководства министерства, она изложена, так скажем, понятной форме для наших зрителей, на официальных бланках и за высокими подписями. Эта позиция заключается в том, что зерновые интервенции будут проведены. Когда провести? Это уже вопросы тактики. Я думаю, что до конца этого года они будут проведены закупочные интервенции в Алтайском крае и включение этого механизма позволит не опустить цены на зерно ниже критического уровня и обеспечить рентабельность наших сельхозпредприятий и ферберских хозяйств. Для справки, в прошлом, в 2016 году, 93% сельхозтоваропроизводителей Алтайского края закончили год с положительной рентабельностью. Это, поверьте, очень приличный показатель. Почему я об этом вспомнил? Дело в том, что вот такая экономическая финансовая устойчивость сельхозтоваропроизводителей не заставляет их реализовывать новый урожай, но во что бы то ни стало, вот немедленно, чуть ли не от комбайна сразу продавать по неудобным, невыгодным для крестьян ценам. Есть возможность сейчас у хозяйств спокойно подрабатывать уже собранное, где есть необходимость подсушивать зерно на своих сушилках, либо арендовать эти услуги. И у нас коренным образом изменилась ситуация с зернохранилищами. Если несколько лет назад в основном это были зерносклады такого старосоветского формата, так называемого напольного хранения, то сегодня это видно, что называется, невооруженным глазом. Мощные современные хранилища, которые позволяют обеспечить без потерь сохранности урожая. И таким образом сегодня крестьянин может в оптимальном для себя варианте определить, когда ему реализовывать урожай. Но я хотел бы попросить наших аграриев тоже быть реалистами и не ждать каких-то заоблачно высоких цен. Вот вы говорили о ситуации на зерновом рынке в стране в целом. Наверное, аномально высоких цен на зерно не будет в этом сезоне. Но и нет резона реализовывать его по бросовым ценам. Поэтому мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы крестьяне не получили убытки от своей очень достойной высокопрофессиональной работы в этом году. Мы будем дальше поддерживать и развивать зернопереработку. У нас новые очень серьезные мощности, вы, наверное, знаете об этом. Это и Табунский район, это и Алейский район. Новые мощности появляются по производству крупы, муки. Мы всячески этому способствуем для того, чтобы весь выращенный урожай был качественно переработан у нас. И мы, как эту цель, мы всегда в последние годы и ставим. И дальше могли с нашей территории поставлять продукты питания в наши алтайские, в аутентичной фирменной упаковке, сразу в удобном формате для покупателя, сразу на магазинные полки. Это и сохранение наших брендов, это и экономические интересы наших крестьян и переработчиков. Ваш новый коллега из Омской области поставил задачу догнать и перегнать Алтайский край по производству гречки. Как считаете, это вызов для Алтайского края? Я бы спокойно к подобным инициативам относился. Я так к нему, кстати, и отношусь. Здесь вопросы не решаются через какую-то административную команду, через какое-то указание. Мы сегодня находимся в рыночных отношениях, и крестьяне занимаются теми культурами, которые востребованы сегодня на рынке. Они занимаются теми видами деятельности, которые соответствуют и почвенным, и погодно-климатическим условиям территории. Всю эту логику крестьяне прекрасно понимают и достаточно профессионально ориентируются в современных условиях. Если сочтут для себя омские крестьяне, вот у них сегодня 14 тысяч было посеяно в текущем сезоне гектаров гречихи, захотят увеличить они в разы, на порядке. Это их право и их выбор. А уж как там конвентура ценовая сложится, как будут решаться вопросы на рынках подаворственных, это уже тема другая. Поэтому я бы не называл это ни вызовом, ни какими-то другими, такими серьезными терминами. Жизнь, она все расставит по своим местам. Вот 700 тысяч гектаров посеяли крестьяне гречихой в этом году. Наверное, специалисты, по крайней мере, так говорят, немножко многовато. Для крестьян понижение цены закупочной на гречиху, это не совсем положительный такой фактор. А для потребителей, для переработчиков, наверное, скорее наоборот. Поэтому вот эти рыночные весы, рыночные механизмы, они все выстроят в конечном итоге так, как положено, в соответствии с логикой экономики. Александр Батанович, предлагаю перейти к теме бюджета. Впервые консолидированный бюджет Алтайского края превысит 100 миллиардов рублей. И как этого удалось добиться? Опять же, на пресс-конференции в ТАСЕ многие журналисты, их действительно волнует этот вопрос. Как? Это сложно, но как это получилось? Я должен, наверное, для наших телезрителей уточнить, что есть консолидированный бюджет региона. Это, так скажем, тот объем финансового бюджетного ресурса, которым располагаем мы в Алтайском крае, как региональный уровень власти, так и муниципальный. И вот эта совокупная бюджетная денежная масса, она действительно в следующем бюджетном периоде превысит 100 миллиардов рублей. Это впервые за историю бюджетного процесса. Что это повлечет за собой для жителей Алтайского края и для тех, кто живет в конкретных территориях, в городах, в сельских районах. Это, конечно же, возможность больше муниципальному уровню власти тратить по зонам своей ответственности средств. И, соответственно, влиять на качество жизни наших земляков, жителей Алтайского края. Нам это удалось достичь через системную большую работу. В первую очередь, речь идет о развитии экономики региона. Мы говорили вот о туризме. Это одна из составных частей. Сегодня это порядка 6% валового регионального продукта, туризма, связанной с ним, отрасли. Наша цель в течение ближайших 5-7 лет достичь уровня 10% валового регионального продукта. Это то, что будет произведено в сфере туризма. У нас сельское хозяйство достаточно хорошо представлено. Пищевая, перерабатывающая промышленность, машиностроение, химическая промышленность и ряд других отраслей. Мы имеем темпы роста промышленного производства в Алтайском крае в этом году в несколько, в три раза примерно превышающие темпы роста по России. Это позволяет нам обеспечивать и прирост заработной платы и в номинале, и в реальном, то есть в смысле покупательской способности этого заработанного рубля. И, соответственно, за счет этих средств мы развиваем и инфраструктуру региона, мы укрепляем нашу социальную сферу, строим больницы, школы, учреждения культуры, спорта и так дальше. Все эти вещи очень глубоко между собой связаны. Лучше работаем, лучше наполняется бюджет региона. И, соответственно, мы в том числе и получаем возможность больше поддерживать реальный сектор экономики. Кого мы сегодня поддерживаем в первую очередь? Это экспортно ориентированное производство, это производство, которое реально занимается импортозамещением, это предпринимательство, малый и средний бизнес, который сегодня в экономической нашей структуре Алтайского края занимает порядка 40%. Это очень значимые секторы, которым мы сможем уделять большее внимание в предстоящем бюджетном периоде. Это одна сторона вопроса. Другая, те решения, которые принял президент нашей страны Владимир Владимирович по снижению долговой нагрузки на бюджеты регионов и изменению подходов к оказанию финансовой помощи регионам, тем, которые качественно ведут бюджетный процесс. А мы находимся стабильно в тройке-пятерке регионов России, которые показывают именно высокий качественный уровень управления региональными бюджетами. Может быть, если примитенно к такому бытовому пониманию, у нас кошелек не самый большой и плотный в Алтайском крае по сравнению с бюджетами других регионов, но стараемся мы тратить из него очень разумно, каждый раз внимательно все просчитывая, взвешивая, не залезаем в долги, что очень важно. И вот таким регионам, которые ведут себя предсказуемо и ответственно, в предстоящем бюджетном периоде, в 2018 году, федеральный центр дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности будет выделять в большем объеме. Для нас запроектировано в проекте федерального закона рост такой дотации на 20%. Это самый высокий прирост, который возможен по действующим... Если не длина 5%, я так понимаю. Примерно так, если это пересчитать по номиналу. Это очень хорошее подспорье для нашего бюджета регионального, и, конечно же, это отразится на бюджетах муниципальных. И продолжая президентскую линию и выполняя, собственно, его установки, мы приняли решение уже в текущем бюджетном году оказать дополнительную поддержку муниципальным бюджетам в объеме около 2 миллиардов рублей. Это позволит значительным образом сократить задолженность муниципальных бюджетов перед поставщиками коммунальных услуг, задолженность по налоговым платежам, по платежам в социальные фонды и так далее. И таким образом у нас подавляющее большинство муниципалитетов должны начать новый бюджетный период с 1 января 2018 года с чистой страницы. Я имею в виду со страницей, которая не отягощена долгом очень существенным. Это с одной стороны и с другой. Мы одновременно приняли решение о трансляции муниципалитетам дополнительно до конца года 200 миллионов рублей как раз на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности но между бюджетами муниципалитетов. То есть то, что сделал федеральный центр, мы повторяем на уровне, если там идет речь о взаимодействии и взаимоотношении федерального бюджета и регионального, то мы такой же механизм реализуем на отрезке бюджета региона, бюджета муниципалитетов. 200 миллионов это средства, которые муниципалитеты могут потратить по своему усмотрению на решение самых насущных потребностей, которые в каждом муниципалитете есть. Должны почувствовать это люди, я уверен, они почувствуют, тем более, что мы будем очень жестко контролировать использование средств, которые мы транслируем. Люди почувствуют это в следующих формах. Первое, муниципалитеты получат реальную возможность поднять заработную плату работникам культуры. Они у нас отстают и от дорожных карт, в частности. Речь идет о плате труда тем, кто работает в системах дополнительного образования, муниципалитеты могут большее количество средств, чем они делали до этого, направить на ремонт неотложный, не требующий отлагательства, ремонт социальных объектов. Такие ситуации есть у муниципалитетов, и такая возможность у них сегодня появляется в большей степени, чем она была вчера. Иными словами, мы формируем в Алтайском крае атмосферу надежного, предсказуемого, понятного, открытого ведения бюджетного процесса. Эти принципы многократно транслированы президентом в его бюджетных посланиях и в посланиях парламенту. Мы стараемся этим установкам следовать, и мы со всей очевидностью убеждаемся, что их реализация благотворна для социально-экономического развития Алтайского края. Я уверена, нашим телезрителям будет еще интересно узнать, какие проекты с 1 января продолжатся. Допустим, тоже благоустройство дворов, потому что не все были благоустроены, какие планировалось, какие нужно было благоустроить. Что будет продолжить, какие программы? Те проекты, которые нашим людям понравились, например, тема качественных и безопасных дорог в Барнаульской агломерации, она будет продолжена и в следующем году. Мы знаем сегодня, с пока не окончательной точностью, но с предварительной оценкой в объемах финансирования под эту программу не меньше, чем она финансировалась в завершающемся году. И таким образом мы в течение ближайших нескольких лет создаем сеть дорожную, уличную в краевой столице в значительной степени соответствующей критериям нормативным, как они закреплены в нормативных правовых актах. 2018 год будет отличаться тем, что эту программу мы будем реализовывать дальше в других муниципалитетах, в городских округах и в отдельных сельских территориях. Дальше будет продолжена программа, которая предусматривает новацию внутри дворовых территорий, мест общественно значимых, где наши жители городов и сел отдыхают за детьми, проводят свободное время. Это дворы, подъезды к ним, это парковые территории, скверы и так дальше. На эти цели предполагается выделить объем ресурсов несколько больше, чем в 2017 году. Здесь финансирование будет софинансирование региональное. Таким образом, мы будем условия жизни для жителей городов и сел Алтайского края делать более современными, более комфортными, более достойными. Я искренне надеюсь, что наши земляки в свою очередь будут больше дорожить этой современной комфортной средой. Мы надеемся, что инициативы будут жители проявлять, они будут предлагать приоритетные площадки для того, чтобы их брать в эту программу. Я глубоко уверен, что нельзя сделать комфортной среду и городскую, и среду проживания в сельских населенных пунктах насильно, административно, без участия самих жителей. Никто еще никого против воли не сделал счастливым. Нам нужно обязательно эту работу строить во взаимодействии, выражаясь высокопарным сленгом с гражданским обществом, а вообще в переводе на простой язык с людьми. Не просто высокомерно на них смотреть, с видом того, что нам все известно, нам не нужно ваши симптомы рассказывать, это как иногда делают неопытные врачи. Значит, я и так все знаю и все запишу. И будет так, как мы решим. Совершенно неправильный подход, несовременный, поэтому мы рассчитываем на то, что все решения, здесь муниципалитетам очень важная роль отводится, все решения, чтобы принимались на основе совета, общения с людьми, чтобы все проекты выстраивались, формировались открыто, в доступной форме, работаясь под контролем людей, под контролем общественных организаций. И еще очень важная тема – это судьба объектов, которые мы создаем. Понимаете, вот сплошь и рядом можно видеть, примерно в одно и то же время строились дома, обустраивались дворы, но в одном доме живут дружные, очень ответственные люди, уют, порядок, и хочется задержаться в этом дворе. И, мне кажется, даже и атмосфера совершенно другая. Там, где такого согласия нет, к сожалению, запустение, беспорядок, и, кстати, в таких местах и правонарушений совершается больше, это абсолютно доказано. Поэтому работать мы должны вместе. Очень хорошо, что у власти появляется больше возможностей, бюджетных в первую очередь, и очень хорошо, что наше общество, мы все подходим к такому пониманию сами, и только в этом случае мы получим искомые результаты. Александр Богданович, спасибо огромное за беседу. Я еще раз вас поздравляю с 50-летием региона и успешным проведением Дней культуры Алтайского края в Москве. Спасибо. Это были встречи с губернатором. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова